Здравствуйте! В эфире программа «Овтодром» и я, Галина Кочарова. Сегодня премьера. Мы представляем новинку итальянского концерна. Давайте знакомиться. Фиат Линнея. Ну, очень похоже на Мазерайз. Невозможно двигаться вперед и достигать результатов без оглядки на прошлое. Фиат всегда стремился использовать свой богатый опыт для того, чтобы производить автомобили, полностью отвечающие запросам потребителя и делающие нашу жизнь проще. Новый логотип Фиат красного цвета, каплевидной формы, символизирует возрождение бренда и напоминает эпоху абсолютного успеха компании до 60-х годов 20-го века. Итак, знакомимся с последней новинкой итальянского концерна. Фиат Линнея. Автомобиль класса С с турбированным мотором Ти-Джет. 1,4 литра, 120 лошадиных сил. Данный автомобиль соответствует всем требованиям российского потребителя. Имеет просторный функциональный салон, объемный багажник объемом 500 литров. При проектировке этого автомобиля учитывались все факторы активной и пассивной безопасности. Имеется 6 подушек безопасности, имеются электронные системы стабилизации, система распределения тормозного усилия, помощь при трогании в гору и система, предотвращающая пробку колес. Если говорить о внешности, то он действительно, как младший брат, похож на Мазератте. Ведь его экстерьер также разрабатывался в мастерской Джуджара. Плавные обтекаемые формы, завораживающий итальянский дизайн, качественные материалы, лучшие технологии. Все эти качества лежат в основе нового Fiat Linea. Завышенная линия дверей придает корпусу дополнительную жесткость. Сидя в салоне, чувствуете себя увереннее и защищеннее. Дополнительные обзорные форточки, то есть упрощают маневрирование. Обычно вот эта зона, она находится, то есть ее не видно. Поэтому поставили такие форточки. Форсунки омывателя не встроены в капот, они находятся под капотом. То есть капот была не нарушена целостность его, то есть он не поддержан коррозии. Соответственно, жесткость узора опять же увеличивается. Дизайн не просто красивый, но и функциональный. А как автомобиль ведет себя на дороге, сейчас и проверим. Итак, тест-драйв. Поначалу мне было даже неловко. Новинка сразу же у всех вызывает повышенное внимание. Вот и мне еще раз захотелось полюбоваться внешностью. Хочу обратить ваше внимание на завышенную линию бампера. В чем здесь плюс? Ну, во-первых, недорогой ремонт в случае неудачного маневрирования. Если вы повредили часть бампера, переднего или заднего, то в любом случае его заменить обходится дешевле, чем отремонтировать жесть кузова. А благородный интерьер салона Fiat Linea привлечет даже натуру возвышенную. Внутренняя красота никогда не была столь очевидной. Все сделано для удобства водителя. Важные элементы управления различными опциями сгруппированы так на панели приборов, что все находится под рукой. Это, естественно, служит комфорту. И поездка напоминает отдых. Бесшумный, чуткий, быстрый Fiat Linea оснащен двигателем, готовым подчиниться командам водителя всегда и в любой ситуации. Жаль, что коробка-автомат даже для топовой версии не предусмотрена. Но и пятиступенчатая механика работает безупречно. Новинка достаточно экономична. Заявленный расход топлива в городском цикле 9 литров, а в смешанном всего 6 литров бензина на 100 километров пути. Что касается обзорности, моя оценка – пятерка. Большая пятерка, даже пять с плюсом. Зеркала здесь удобные, как внутри салона, так и боковые. Но главная фишка – это форточки. Очень удобно в плане обзора, ведь эта зона для водителя чаще всего остается неизъеданной и иногда приходится действовать наугад. А тут уже все просматривается очень удобно. И не нужно высовывать голову из окна. Можно милитровать при парковке. Обзорность на высшем уровне. Да уж, есть у автомобильчика несколько фишек, благодаря которым он выгодно отличается от своих конкурентов и одноклассников. Таких автомобилей, как Ford Focus или Opel Astra. Fiat Linea в базовой комплектации стоит 569 тысяч рублей и собирается на территории Российской Федерации, в набережных Челнах. А это значит, что модель попадает под программу льготного кредитования и утилизации. Если вы планируете покупку седана класса C, для вас важен комфорт, чтобы автомобиль был доступный и недорогой в эксплуатации. Все-таки советую вам обратить внимание на Fiat Linea. А с вами увидимся ровно через неделю в программе «Автодром». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok